здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сейчас будет онлайн расклад и тема будет такая совет от духов так как я работаю с духами да я в принципе живу с ними те кто были у меня на личные консультации по видеозвонку все знают что я постоянно к ним обращаюсь вот точно так же и сейчас я буду мысленно обращаться к духам чтобы они дали вам совет чтобы они вам что-то подсказали что-то сказали я буду выкладывать сейчас 6 карт вам нужно будет чисто интуитивно выбрать одну карту причем вам придется просто мысленно обратиться к духам и сказать духе паза и посоветуйте пожалуйста например в ту или иную ситуацию там какая у вас ситуация как-нибудь что мне делать и посмотрим что сейчас нам духе будут говорить я тоже мысленно обращаюсь своим духом за советом и за помощью чтобы они посоветовали и сказали вам что делать как 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 правильно поступить и так карта номер один карта номер два карта номер три карта номер четыре карта номер пять и карта шестая совет до поддержка помощь от духов что они хотят вам сказать выбирайте чисто интуитивно за гадали тогда будем смотреть и так то загадал цифру номер один что вам хотят сказать духе вам духе хотят сказать что время уже пришло что скоро вашу жизнь войдет нечто очень судьбоносное интересное то что так давно вы ждали может быть какие-то поездки может быть к вам кто-то приезжает может быть вы куда-то отправляетесь что-то уже давно как бы потихонечку медленно сдвигается с мертвой точки понимаете как большая гора это все как-то медленно 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 вы столько ждете уже что вот 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 уже до скоро уже вашу жизнь войдет нечто такое знаете грандиозное возможно ваша жизнь может быть полностью изменится поменяется вы вы уже сами находитесь в этом ожидании я просто вам подтверждаю ваши мысли догадки ваши сомнения что до скоро вашу жизнь войдет нечто интересное что вам еще хотят духе сказать не отчаивайте потому что сейчас кто выбрал первую позицию вы уже знаете в таком неком наполовину как в отчаянии потому что вы уже не верите не дорогие мои потерпите вот слушайте что я сейчас скажу вам ждите немножко ждите от ну давайте скажу до трех месяцев но не знаю вот у меня ощущение просто не сейчас идут вот эти вода вибрации такие же вот я по флюидам просто ощущаю по энергетике считаю считаю и ощущаю что до трех месяцев вот это вот сдвиг он медленный но он уже и правильный этот сдвиг все сдвигается уже что вам еще духе хотят сказать да духе сказать говорят и сказали что вы будете просто получать удовольствие от жизни вы просто будете наслаждаться жизнью вы такой праздник закатите просто вы всех позовете вы я не знаю дома может быть накроете вы праздновать просто будете я не знаю торжествовать будете это что-то вашу жизнь такое знаете грандиозное придет потерпите немножко я не знаю свадьба ли это пересли это такой грандиозно лишь бы вы или вы открываете какой-то собственный бизнес да что то такое прям вообще ну поздравляю вас поздравляю потерпите немножко мало осталось скоро будет так как вы захотите тройка кубков получать удовольствие будете все гулять будете танцевать будете дальше кто загадал цифру номер два что вам хотят сказать духе вам духе хотят сказать что у вас будет дом собственный может быть дом там где есть ваши корни ваши предки ваши родители ваша семья прибыль материальная сфера может быть у вас скоро образуется вот этот дом собственный дом духи вам говорят что тот дом или вы если покупаете дом или вы строите дом или вы хотите купить дом у вас хватит и денег на это и на ремонт у вас хватит на все на все абсолютно этот дом вам будет приносить только счастье только благополучие потому что этот дом идет вам от духов он предназначен именно вам и он у вас будет я вам говорю это сто процентов вы можете мне сейчас не верить мне даже не важно я вам передаю что говорят духи у вас будет у вас будут деньги у вас будет собственный дом не тот дом где вы хотите что-то снять не тот временный где вы сейчас живете а тот собственный где будет именно на ваш имя что вам еще хотят сказать потому что он вам на на этот дом идут деньги именно от духов от высшей силы от вашего рода от умерших которые вам помогают чтобы у вас был этот дом вам деньги идут на это и дом который у вас будет собственный там тоже будут приходить туда будут приходить деньги потому что вы его купите очень удачно вы его построите очень удачно может быть вы что-то собираетесь поменять, разменять, тоже все будет удачно. Понимаете? Ой, я сейчас просто на таком драйве на эмоциональном, потому что у меня вот сейчас идет вот эта волна. Когда у меня штормит, у меня вот такая волна начинается. Еще что духи хотят вам сказать? Да, да, да. Туз, монет, товарищи, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. У вас будут деньги. У вас будет ваша жилплощадь. У вас будет ваш дом. Если вы собираетесь жениться, кто там женится, выходит замуж. Да, 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 очень хорошая позиция. Выходите замуж, потому что с этим человеком вы и внуков встретите, и правнуков своих. Я вам говорю точно. Это мужчина вам идет по судьбе. Женщина, слышите меня? Вам мужчина идет по судьбе. Не отказывайтесь. Кстати, так как это туз монет у нас, да, а он отвечает за осень. Это осенняя карта. Осенний период. Три месяца. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Кто хочет замуж, пожалуйста. Кто хочет купить квартиру, пожалуйста. Да, очень хорошая карта. Да, кстати. Но если вы еще спрашиваете, например, про свое здоровье, да, вопросов же много здесь, общий расклад. По здоровью очень хорошее. Здоровье вас будет. Если вы после операции, если вы сейчас болеете, если у вас такое заболевание, где вы сейчас просто думаете, боже мой, доживу я вообще, до Нового года или нет. Я вам говорю, да, доживете, у вас будет все хорошо. Все будет хорошо. И еще, для тех, кто болеет, да, обратитесь к своему роду умершему. Помолитесь, поставьте в храме за упокой свечки каждому. Тех, кого вы знаете поименно. Свечку ставите, называйте имя. Поклонитесь и попросите своего рода о поддержке, о помощи. Скажите, что вам еще рано к ним. Пусть они дадут вам силы еще жить здесь. Потому что у вас еще, у вас много работы здесь. Вы еще не готовы уходить. Слышите меня? Так, дальше. Для тех, кто, например, я не знаю, но, может быть, такой вопрос тоже был поставлен. Кто хочет похудеть? Товарищи мои, духи вам сказали, вы худеть не будете. Может быть, потом, в следующем году. Но пока нет. Это не тема похудения, например. Это тема действительно крепкого здоровья, жизни, жизни и материального благополучия, дома, рода. Понимаете? Это тема из этого. Ну, удача здесь идет, да. Вам удача идет. Духи сделают все, как вы хотите. Не волнуйтесь. У вас будет все шикарно. Ну, кто загадал, может быть, работу, да, повышение у вас тоже будет. Я вам говорю точно. Это тоже, кстати, поддержка духов. Кто загадал третью позицию? Что вам духи говорят? Начинайте новую жизнь. Хватит уже оборачиваться назад. Что вы там ждете? Что вы там ищите? Все. То, что было позади, это уже осталось сзади. Смотрите вперед. Будьте, как этот шут, некий дурак, который идет вперед и не видит пока под ногами, что будет. Духи говорят вам, будьте немножко вот этим дурачком. Дураком быть не надо, но дурачком немножко стоит. Потому что никогда не знаешь, да, где упадешь, где споткнешься, где найдешь. Понимаете? Вы знаете, фриком тоже очень часто везет. Только лишь потому, что, ну, как-то вот он не думает ни о чем. А порой, когда все выгадываешь, думаешь, как правильно, а как неправильно, ни черта ничего не получается. Иногда легче стать вот этим, наверное, фриком, дурачком, чтобы что-то в жизни получить. Станьте легким, легким станьте. Хватит уже считать, подсчитывать, хватит уже. Несколько шагов вперед. А как будет там? А что будет ближайшую пятилетку, десятилетку у меня? А хватит у меня денег? А это, да хватит уже думать-то, голову ломать. А того, что вы думаете, что-то в жизни меняется у вас? Перемены есть какие-нибудь? Нет уже, правда? Ну, все. Вот вам духи говорят, начинайте. Начинайте с нуля новую жизнь. Что вам еще хотят духи сказать? Кстати, для тех, кто хочет давно думать похудеть, начинайте. Вы похудеете. Не бойтесь. Не бойтесь, что сорветесь, через неделю опять начнете жрать. Нет. Худейте. Духи помогут. Еще смотрим, что хотят вам духи сказать. Да, сил у вас есть на все абсолютно. Бояться не стоит. Людей бояться не стоит. Делайте так, как вы хотите. Видите, у вас есть возможность, у вас есть силы привязать себе кого угодно. Люди к вам потянутся. Вы прекрасно. Можете управлять людьми. Это вам дано. Стоит вам только захотеть. Все вы можете сделать. И карьерный рост, и начальство, да, под себя подмять, так скажем, и высокую должность получить, и переехать, и влюбить в себя. Начните, включите дурачка, а потом все по цепочке пойдет. Только именно включите, потому что дураком быть не надо. Включить можно. Вот это вот начало, начало, что положено было. А все остальное по цепочке пойдет, и вы до всего доберетесь. У вас будет все, что вы захотите. Силы у вас есть. Не бойтесь. Верьте в себя. Почему вы себя не верите? Почему вы себя не любите уже? Начните воспринимать себя такой, какая вы есть на данный момент. Толстая вы, худая вы, блондинка вы, брюнетка вы. Вы такая красотка, вам тоже духи об этом говорят. Надо уверенности в себе, сильной женщины, что у вас все получится, что вы со всеми делами справитесь. Я вам говорю точно. И будет так, как вы захотите. Запомните мои слова. Дальше. Кто загадал цифру номер 4? Так. Что вам хотят сказать духи? Знаете, наверное, скорее всего, посмотрите по сторонам. Потому что здесь уже осень приближения. Посмотрите по сторонам. Кто вам врет? Кто обманывает? Кто пытается вами манипулировать? Кто? Все, кто будут приходить в ваш дом, не оставлять этих людей одних. Все, кто вам что-то говорят, не верьте. Полностью проверяйте. Ну и сами не врите. Не лгите. Не манипулируйте. Не обманывайте. Не изменяйте. Будьте честными. Что вам еще хотят сказать духи? Да, и будет вам счастье. Будьте аккуратнее. Аккуратнее будьте. Доверяйте своей интуиции. Что она вам подсказывает? Что она вам говорит? Ваши планы... Ваши планы осуществятся не так быстро, как бы вы хотели. Может быть, к февралю девятнадцатого года. Ну, может быть, и к марту. Да, но есть вариант, есть возможность, что вы получите задуманное. Только будьте аккуратнее в словах и в действиях. И вы все получите. Будьте мудрой вороной, которая все видит. А вороны – это умные животные, далеко не глупые. Вот станьте вот этим видящим, таким оком, который все видит и понимает, и знает, как действовать. И вы получите. Кстати, если вам нужна поддержка высших сил, просите. Просите. И получите. Кто загадал цифру номер пять? Вам совет от духов? Так, вам совет от духов. Ну, это разговоры, это интернет, это переписка, это некий, некое расстояние холодное. Постарайтесь, ну, я не знаю, может быть, кого-либо близко к себе не приближать. Ну, не надо. Еще вам совет от духов. Да, на себе тащите вы все, тащите еще немножко, немножко нужно, потому что, если вы это не сделаете, никто не сделает. Потерпите, потерпите. что еще хотят сказать вам, духе Сави, посоветовать. Тоже две выходят. Смотрите, здесь, скорее всего, тот, кто загадал пятерку, это люди, которые много работают, работают, собирают деньги. я вам скажу так, работа, которой вы занимаетесь, эта работа хорошая, деньги приносит, но она с вас столько сил выжимает, что вы деться никуда не можете. Приходится много работать. Вы свою профессию очень сильно любите, тем более, что вы специалист в своей, в своей профессии. она дает вам возможность зарабатывать деньги. Да, кстати, эти деньги вы можете вложить в недвижимость. Если вы спрашиваете, как мне поступить, я хочу, например, мне нужна квартира, дом, жилплощадь, вкладывайте деньги в жилплощадь, покупайте, что хотите, хоть студийку, хоть землю свою для постройки потом будущего дома, вкладывайте деньги в недвижимость и держитесь за то, что вы держите, пока на данный момент не уходите со своей работы. Ну и хотя бы, пока не нашли другую себе, тем более, знаете, на зиму, глядя куда-то уходить, это как-то, я не знаю, глупо. Это глупо. Давайте так еще скажу, да, все-таки общий вариант, общий расклад. Если вы спрашиваете, например, да, моя работа очень тяжелая, денег мне никаких не приносит. Вот в этом варианте я вам хочу сказать, вот тогда уходите с работы. Если ваша работа вам не приносит денег, уходите. Если приносит хоть какие-то деньги, вам есть возможность собрать их, не уходите, хорошо? Потому что вы в будущем, у вас выходит прям, вы можете что-то купить на эти деньги, собранные. Вы можете что-то приобрести, пока не стоит уходить с этой работы. Ну и вообще, не тратьте деньги. Здесь, вот кто загадал пятую позицию, здесь денег тратить нельзя. Вам нельзя тратить денег. Я вам говорю точно. Вы любители потратить денег. Но нельзя, вам нельзя этого делать. Ну я не знаю, но нельзя. Потому что вам вообще, в принципе, как человеку, очень плохо, наверное, идут деньги. Но здесь уже разбираться индивидуально надо, почему. Ну вот так вот, нельзя тратить деньги вам, вам нужно собирать. иначе вы без жилплощади, без квартиры, без всего останетесь. Будьте жадиной. Ну надо так. Кто загадал, так, кто загадал нашу ступпозицию? Совет духов, совет духов. Это любовь, дом, брак, отношения. Стремитесь к этому, если вы одинокие. Если у вас, вы как бы уже, может быть, потеряли надежду. Не теряйте надежды. Вы созданы для брака, для любви, для того, чтобы быть вместе. Тот мужчина, который с вами, с кем у вас не получается, вы с ним как кушка с собак. Ну постарайтесь понять его, но не выгоняйте его. Может быть, вы не найдете больше никого, если вы в отношениях уже с кем-то, вот с этим человеком, с кем вам не очень хорошо. Но постарайтесь понять, понять его. Постарайтесь дать друг другу тепло. Тепло. Вам не хватает теплоты, любви, понимания, опоры вот этой вот, понимаете, друг другу не хватает. Что вам еще хотят посоветовать духи? Да, будьте мудрыми. Будьте сильной женщиной, будьте домашней. Пусть у вас семья, дом, дети будут на первом месте, кухня, не знаю, понимаете, вот где вы всех собираете, где после работы вашему мужчине домой, к вам только, к вам только хочется бежать, а не куда-то там с друзьями в гараж, понимаете. Станьте этой женщиной, станьте мозгом, мозгом, центральным мозгом своей семьи, чтобы через вас все проходило, и деньги, имущество, дела, положение, все через вас. Вы как центробежная, вот это должна быть центрифуга, понимаете, которая начинает вращаться, и все возле нее крутятся. Станьте женственной, станьте мягкой, станьте теплой, перестаньте ходить в брюках, оденьте платье, перестаньте одевать на какие-то такие яркие, блестящие цвета, одевайте более, я не знаю, постельные какие-то, да, цвета такие, зелень, бежевый цвет, зеленый цвет, одевайте золото, будьте женственной, отрастите волосы, еще что вам хотят сказать, духи. Будьте аккуратнее с деньгами, не тратьте много денег, и не давайте много денег тех, кто просит у вас, потому что вы всегда находитесь, знаете, как у лезвия ножа, вы в любой момент, в любой момент можете оказаться за бортом просто, и самой начать просить уже. Будьте аккуратнее, у вас есть это, знаете, вот это вот прям, я не знаю, как карма что ли, небесная, я не знаю, может быть, это было связано с прошлой вашей жизнью, когда вы все могли потерять, в этой жизни вы боитесь все потерять, поэтому будьте аккуратнее, аккуратнее с людьми рядом с вами, с семьей вашей, и с деньгами, с имуществом, положением, с домом, с работой, будьте аккуратнее, не тратьте денег, в долг не давайте, помните о том, что не дай бог, сегодня ты не знаешь какая-то, и завтра неизвестно, кем ты станешь, да, так что вот такой вот, я не знаю, в первый раз делаю такой расклад, но я надеюсь, что многим как-то он будет, может быть, интересен для себя, кто-то сделает какие-то выводы, я всех вас люблю, обожаю, спасибо, что остаетесь со мною, спасибо, что меня смотрите, и участвуете, да, в моей жизни, вот этой вот, магической, я вам всем желаю счастья, крепкого здоровья, удачи, и поддержки, конечно, духов, всем спасибо, до свидания, субтитры, Продолжение следует...